Продолжим наш видеоотчёт. После восьмого сеанса мы начали ходить за котом. Мы начали его пытаться накормить. Мы его гладим. Мы его увидели. Это наш домашний кот, который у нас жил ещё до Сони. Мы его наконец-то полюбили, погладили. Прям вот насильно кормили сегодня. Пришла также к нам собака в гости. Ну, это собака моей подруги, которая маленькая, домашняя. Сегодня Соня, когда приходит в гости к тем людям, у которых она живёт, она её практически не замечает, эту собаку. Но вот сейчас, когда пришла эта собака к нам в дом, где, видимо, всё знакомо, Соня, конечно, её заметила. Она давай с ней бегать, играть, повернуть, трогать её, гладить. Это было очень весело. Бросала ей мячик. То есть, тоже такое просыпание, скажем, по отношению к животным. Ещё Соня полюбила меня одевать в путь. Себя параллельно одевает и намекает, что давай, пойдём уже гулять. Раньше у нас были ужасные крики во время одевания. Мы могли одеться только под мультики. Даже во время мультика мы могли кричать, когда нас одевали. Сейчас София одевает тапочки сама. Даёт одеть памперс. Я писала Давиду, просила, помогите. Чуть не плакала, мы не можем одеть ничего. Ни футболку, ни памперс. Она бегает практически голая, практически целыми днями. Или стоит даже с криками её одеть. Она уже научилась снимать, то есть, она пытается снять. Или если, например, переодели, мы её помыли, то по новой одеть, это просто трагедия. Проще сказать, ладно, бегай так. Сейчас мы, как по мгновению волшебной палочки, спасибо огромное Давиду, мы одеваемся, мы не кричим. Мы моем руки без криков. То есть, ванны для нас, это, ну, купаться мы всегда влюбили, но мыть руки почему-то нам давалось сложно. Сейчас мы помыли руки, мы знаем, где наше полотенечко, и она мне даже не даёт помочь ей вытереть руки. Она сама этим полотенечком чик-чик и пошла. Спасибо огромное, Давид, за эти наши чудеса. Надеемся, что всё скоро будет совсем замечательно. Дай вам Бог здоровья.